Зелёный остров на несколько дней стал белозелёным. Привычный цвет популярного места на Волге разбавили многочисленные паруса яхт, которые принимают участие в традиционной регате, чемпионате и первенстве Саратовской области. Яхтсмены говорят, что парусам, как и любви, все возрасты покорны. И доказательством этого служат областные соревнования у Зелёного острова. Я занимаюсь парусным спортом, шестой год, и хожу на яхте класса «Кадет». Яхт класса «Кадет» – это шверборд, двухместный международный класс, и на нём ходят во всём мире. Хотелось бы получить там многие достижения, побывать в многих странах, ну, тут титул какие-нибудь завоевать. Меня притащил в парусный спорт брат, и мне понравилось сразу движение, актив. Адреналин. В секции по парусному спорту в Саратове записывают с девяти лет, поэтому большинство участников прожили огромную часть своей жизни под парусами. И несмотря на нежный возраст, у многих воспитанников за плечами многочисленные награды и огромный опыт. Участвовала во всероссийских и, ну, мировые, то есть на чемпионате мира была тоже. Ну, я гонялась как раз-таки с братом. Мы заняли 17 место. Было больше 200 кадетов, таких же, опытных, рулевых, разных всех. Для многих непосвященных яхта под парусом – это прежде всего романтика. Но если говорить о спорте, то здесь на первое место выходит труд. В своём роде творческий, но тяжёлый. Яхтсменом может стать не каждый. Кроме таланта, любви к ветру и воде, спортсменам требуется упорство и трудолюбие. Парусный спорт развивает волю к победе, развивает как координацию движений и делает сильнее твой характер. Потому что, когда ты находишься в борьбе со стихией, в борьбе с своими соперниками, это очень хорошо прокачивает тебя и твою силу. Я являюсь многократной чемпионкой и призёркой России, различных первенств и чемпионатов России. В этом году мы с командой заняли первое место в первенстве России по командным гонкам. И в данный момент тренируемся, чтобы выиграть в этом сезоне первенство России. Парусный спорт связан с немалыми затратами. Лодка и оснастка стоят недёшево. Часто в их приобретении участвуют или сами спортсмены, или их родители. Да, это действительно самый дорогой вид спорта в мире, даже дороже, чем Формула-1 или прочие, которые могли бы показаться самыми дорогими. И здесь огромное влияние идёт от спортивных школ, которые так или иначе по возможности стараются помогать инвентарём, к парусам, к каким-то обновлениям отчасти. Ну и многое делается своими силами, своими руками, потому что яхты постоянно должны содержаться в идеальном подготовленном состоянии. У нас технический вид спорта, и поэтому не столько важно быть классным спортсменом, уметь перепрыгивать с борта на борт, откренивать, подтягивать, сколько умения и понимания того, что происходит у тебя с лодкой, как её настроить, чего она от тебя хочет. Самый сложный технический вид спорта в мире, раз уж мы заговорили про статистику, это конный спорт. Вот только лошадь считается приручить тяжелее, чем яхту. На втором месте идёт яхта. А ещё яхтсмены здорово зависят от погоды. Полный штиль или наоборот сильный шквал с дождём, и соревнования останавливаются. Организаторы этой регаты надеются, что небесная канцелярия их не подведёт. Всё пройдёт по графику, и завтра будут торжественно подведены итоги этих состязаний. Несмотря на все трудности, парусный спорт в Саратове продолжает держаться на плаву. Палина Хомутовская, Николай Сенегубов, агентство САРБК.